Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Один украинский военный получил ранение в минувшие сутки в районе Авдеевки. Там шесть часов подряд шел бой. Применялась тяжелая артиллерия, сообщают в СНБУ. Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. В окрестностях Красногоровки, Марьинки, Павлополя и Широкина. На Луганщине огонь велся вблизи Троицкого и Новоалександровки. Всего за сутки вдоль линии соприкосновения режим тишины на Донбассе был нарушен 60 раз. Оружие и три десятка патронов пытались вывести из зоны АТО волонтеры. Жители Ивано-Франковской области задержали на полицейском блокпосту в Покровске. Ружье и боеприпасы под личными вещами на заднем сидении автомобиля нашла служебная собака. Откуда у волонтеров оружие, сейчас выясняют правоохранители. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы. Законный фальсовый ген-транспортер белого цвета, в котором после использования служебного собака было выявлено АКМ, автоматичная оружие и один магазин в количестве 30 боевых патронов. Семь человек пострадали в ДТП в Славянске. Там слетел с дороги и врезался в столб микроавтобус с пассажирами. Четверых из них госпитализировали с травмами средней тяжести. Еще трое человек получили ушибы. В больнице медики им оказали необходимую помощь и отпустили домой. В полиции подтверждают, находившийся за рулем автобуса мужчина был трезв. Причину аварии выясняют. Данный автомобиль с Покровска направился в город Харьков. Данная статья предусматривает до трех лет лишения свободы. У двух больных, это муж с женой, переломы лицевого черепа, это гаймарова, пазуха, лишочетая кость и черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени. Одна женщина 62-го года рождения, у нее был вывих левой бедренной кости, вывих вправлен. У второй женщины 65-го года рождения, перелом правой плечевой кости со смещением, но она требует длительного лечения. Еще одно ДТП произошло в Мариуполе. Там перевернулся легковой автомобиль. За рулем находился 25-летний местный житель. Мужчина был пьян и не справился с управлением, сообщили в полиции. Никто из участников дорожного движения не пострадал. Сам виновник ДТП отделался ушибами. Госпитализация не понадобилась теперь. Мариупольчанину грозит штраф, а возможно и временный запрет на вождение автомобиля. В Донецкой области грабитель забрался в дом пожилой женщины и украл все ее сбережения. Следы тщательно заметал. Выйти на вора помогла служебная собака. Детективную историю знают наши корреспонденты. Для Аарона не бывает выходных и праздников. Даже во время обычной прогулки хозяйка собаки тренирует своего любимца. Он это воспринимает все как игру, но все-таки угодить мне, я думаю, тоже ему приятно. На службе Аарон менее года, однако серьезное преступление уже раскрыл. В поселке Никольское в Донецкой области полицейские получили сообщение об ограблении дома 75-летней женщины. Злоумышленник разбил окно и за считанные секунды оказался у кровати Валентины. Кулаками на меня голос изменил. Где деньги? Давай деньги. Мне мороз по коже, я говорю, не убивай только меня, я тебе сейчас отдам все. Мужчина забрал 1700 гривен. Все накопления Валентины. На снегу оперативники заметили следы от обуви грабителя. Тогда и решили привлечь к розыску Аарона. Прошли мы приблизительно километра, наверное, 4 по следам. Ну, собака периодически отдыхала, то есть мы визуально искали следы. Снова делали пуски, ну и в окончании нашли те самые следы, которые нам нужны были, интересно. Как выяснилось, злоумышленник сначала принес награбленное домой, а потом пошел пьянствовать. Следы привели служебного пса даже туда. Переоделся уже в другие вещи, другие ботинки и деньги оставил дома. То есть при себе средств никаких не имел. И уже продолжал употреблять спиртные напитки в общественных местах, в центре поселка Никольска, где и был задержан сотрудниками полиции. В доме грабителя оперативники нашли те же сапоги с характерным узором на подошве. Он их спрятал в печи. Правоохранители признаются, в том, что злоумышленника задержали так быстро, целиком заслуга Аарона. Татьяна Уралова, Александр Давыденко. Специально для телеканала Донбасс. Помощь детям. Не менее тысячи девочек и мальчиков ежегодно получают медикаменты на лечение и проведение операций от фонда Рината Ахметова. Уже 11 лет благотворительная организация помогает десяткам тысяч мирных жителей Донбасса. В фокусе внимания программы «Адресная помощь. Дети». Репортаж Татьяны Блиновой. Эпилепсия, кистозно-атрофические изменения головного мозга. Запомнить название всех диагнозов трехлетнего Вани сложно даже взрослому. Ежедневно мальчику необходимо принимать по несколько препаратов. Без них теряет сознание и может впасть в кому. Если там два-три раза пропустим, у нас, значит, начинается эпилепсия, начинаются судороги. Ваня и Аня двойняшки. Сестре тоже нужны лекарства. У нее астма. Когда вот приступ у ребенка, мы находимся на ингаляторе на протяжении трех-четырех месяцев. Это постоянно. Раньше держаться на плаву матери-одиночки помогали родители. Но из-за войны они потеряли работу. Сейчас семья на грани выживания. Купить дорогостоящие лекарства не за что. За помощью обратились в гуманитарный штаб Рината Ахметова. Хочу Ринату Релиогину передать огромное спасибо за его доброту, за его огромную душу, что не оставляет нас, как говорится, в беде. То есть наше горе ему не безразлично. Тем более вот с таким ребенком. Для нас это, конечно, очень тяжело. Но он нам вселяет в нас, как говорится, надежду, уверенность. Для дочери и сына от штаба Ахметова Ирина получила 10 видов жизненно необходимых медикаментов. Мы в них нуждаемся каждый день. Ринату Леонидовичу лично хочу передать большое спасибо. У большой человек, что он заботится о таких детях. Потому что о таких детях мало кто заботится. Они мало кому нужны. Фонд Рината Ахметова работает уже более 11 лет. В мирное время адресную помощь от него получили почти 21 тысяча человек. А с началом работы гуманитарного штаба более 50 тысяч. В жизненной философии Рината Ахметова дети всегда занимали ключевое место. Именно помощь детям была самым основным в работе его благотворительного фонда. Как до начала вооруженного конфликта на Донбассе и, конечно же, сейчас. Более тысячи детей ежегодно получают помощь. Это обеспечение лекарствами, без которых не может прожить ребенок. 3191 ребенок за период военного конфликта на Донбассе получил поддержку, спасшую жизнь. Татьяна Блинова, Данил Киреев, телеканал Донбасс. Украинцев ждет очередной скачок цен на продукты. Поставщики торговых сетей предупреждают уже в ближайшее время вырастет стоимость молочки, фруктов и некоторых круп. Менее доступным станет и мясо. Куриное филе. В магазинах цена на него взлетела почти до 100 гривен за килограмм. На рынках примерно такая же цена. Покупателей почти нет. Новые ценники шокировали людей. Продавцы говорят, снизить стоимость не могут, ведь подорожали корма. Выращивать птицу теперь дорого. Чего только стоит держать ее в тепле с нынешними тарифами на газ. В сараях 22-23 градуса, чтобы оно росло. А дома 18, мы же экономим тоже. В ближайшие месяцы мясо не будет дорожать, утверждают в Ассоциации фермеров. Но цены будут держаться более или менее стабильными только до конца весны. А все потому, что фермеры и селяне массово вырезают скот. Из-за сокращения поголовья дорожает и молочка. Цены на молочную продукцию сечень-лютий будут взрослать в межах 5-7%, не больше. И с лютого месяца до травня они будут остаться на этих самых параметрах. Цены на овощи сейчас относительно низкие. Это результат хорошего урожая. Сразу на 40% с начала года повысили акцизы на табачные изделия. Это означает, что каждая пачка сигарет подорожает где-то на 5 гривен. Вырос в цене и алкоголь. Пиво в среднем на 80 копеек. На 5-10 гривен больше будет стоить бутылка вина. Стоимость водки изменится только с 1 марта. Производители планируют прибавить к цене около 5 гривен. Максим Урлапов, Роман Куприянов. Специально для телеканала Донбасс. Они хотели убежать от войны, но вновь оказались под огнем. Пенсионеры Синейчук покинули Донецк в разгар боевых действий. Едва обустроились на новом месте, как и там начались обстрелы. Сейчас их жилье разрушается, а главу семейства одолевает серьезная болезнь. Как выживают, расскажет Юлия Мишакирова. Елена в течение года укрепляет свой дом. Из-за обстрелов в стенах одна за другой появляются трещины. И вот эту жужелку мы высыпаем, чтобы вот эта вся сторона не выпала. Когда ударная волна была, нам дверь с окнами вырвала. Три года назад супруги Синейчуки покинули Донецк. Думали в Новобахмутовке пересидеть тяжелые времена. Но выжить на новом месте оказалось сложнее. Мы целый год не получали пенсию. Но нам практически нечего было есть. Это уже как с Бухенуальда. Когда-то этот свитер сидел на нем, как влитой, вспоминает Станислав Яковлевич. Голод и болезни подкосили здоровье. Перед войной обнаружили онкологию. Вырезали голосовую связку. Она уже поражена раком. И сказали, гуляй, Вася, до встречи. Ну вот я гуляю. Спустя два года еще один диагноз. Опухоль кишечника. Спасти жизнь врачи успели. Но в любой момент мужчине может понадобиться неотложная помощь. Медицинского пункта нет. У нас, если скорая помощь приезжает, это только из-за Черетина. При условии, если у них есть бензин. Елена всегда рядом с мужем. Единственный день, когда женщина отлучается из дому, приезд волонтеров штаба Рината Ахметова. Все выстраиваемся там в клубе и ждем эту помощь, потому что, ну вот, всякая ситуация бывает. Вот нет денег, а помощь есть. За два с половиной года штаб Рината Ахметова раздал более 11 миллионов 100 тысяч наборов выживания. Ринат Леонидович, дай бог ему здоровья, конечно. Он просто хороший человек. Он никому не отказал в помощи никогда. Если он услышит мои слова, возможно, он вспомнит. 15-й участок вспомнит. Соседи, которые рядом с ним жили. Много чего есть вспомнить. Когда-то я обращалась к нему с просьбой с маленькой. Он мне помог. Несмотря на пережитое, пенсионеры продолжают верить в лучшее. Только бы мир скорее наступил. Юлия Мельшакирова, Оксана Корчмай, Евгений Икунин, Телеканал Донбасс. Наш выпуск на этом заканчивается. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Всего доброго.